Зажженные свечи, венки, цветы, рассказы и стихи о войне. Мы все дети, внуки и правнуки тех солдат, которые ценой своей жизни заплатили за мир. В дату, когда началась одна из самых разрушительных, жестоких и кровопролитных войн, россияне склоняют головы перед погибшими в схватке с врагом, перед поколением советских людей, которые принесли победу и подарили будущее. По традиции, 22 июня представители молодежных объединений, активисты общественных организаций и дети войны прошли маршем от городского музея, откуда уходили добровольцы на фронт, до мемориального комплекса «Вечный огонь». Мы отдаем дань памяти всем погибшим на полях сражений и дань уважения всем труженикам тыла, которые ковали победу в тылу и приближали этот день в день светлой победы. К сожалению, сегодня вновь наша Родина сражается практически со всем миром, отстаивая нашу независимость, отстаивая наш суверенитет. И мы склоняем головы, кто сегодня погиб, защищая нашу Родину. И в тылу сегодня опять пуем победу, чтобы как можно быстрее она была достигнута. 27 миллионов жизней забрали фашисты за время войны. Она окутала каждый дом. Почти в каждой семье есть те, кто ушел на фронт и не вернулся. Саровчане почтили память защитников Отечества минутой молчания. Частью ежегодного митинга стала акция «Свеча памяти». 1418 дней и ночей советский народ отстаивал наше право на мирное небо над головой и счастливую жизнь. Сохранить память о подвиге народа, защитить ее от нападок и искажений и передать потомкам священный долг. Дарья Кузина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.